Крыши текут, дома разваливаются, канализации неисправны. Коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Произведение искусства или местный дизайн. Управляющая компания сделала своеобразный ремонт в подъезде многоквартирного дома. Пришли замазали дырки, а потом помазали сверху синей краской, а потом пожаловались голубой краской и сказали, деньги закончились. Но мы же люди, мы же не повжить. Как в таких условиях можно жить? Бесплатный сыр только в Бышеловке. Детей-сирот поселили в непригодные для проживания квартиры. Это по-русски сказать «какашка». Это он со всего дома. Здесь было вот все полностью затоплено. Без крыши над головой. Жители Барнаульской многоэтажки больше 30 лет не могут добиться ремонта крыши. На козырьке на этом скапливается снег или идет дождь. Там, как говорится, стык вот этих плит попадает все под стык плит и бежит. В Барнаульской многоэтажке завелись экономные художники, сотрудники управляющей компании. Местные жители попросили творческих людей покрасить стены в подъезде. Те покрасили. Вот только заплаточное искусство вдохновило далеко не всех жителей. Кстати, проблема у жителей не только с подъезда, но и с кровлей. Управляющая компания тянет с ремонтом. «Отвалился камень. Я сама подхожу к балкону, хотела выйти на балкон. Как все повалилось, я думала, война началась. Я от страха присела». Лидия Васильевна отделалась испугом, а вот ее соседке не повезло сильнее. Кусок кровли рухнул на голову. «Потом смотрю, женщина сидит вот тут на колесах и за голову держится, а сын приносит ей снег, чтобы кровь-то не бежала». Экспертиза показала, кровля аварийная, опасная для жизни. Уже 4 года жильцы обивают пороги своей управляющей компанией ДЭС-1. Безрезультатно кровлю не ремонтируют. За помощью люди лично обращались и к директору УК. Но к управленцу попасть они не смогли. Люди нашли выход, общаются с руководителем ДЭСа своеобразным образом. «Ольга Касаткина неоднократно просила помощи от ДЭСа. Но кровля как протекала, так и протекает. Женщина пережила инсульт, и бороться с УК уже не осталось сил». «Я почему не стала ходить так? Он, видите, что там сыро, оно отпало. А это, говорит, давно. Так я уже ремонт не делаю 3 года». «Планируется ремонт регионального оператора, отдали в КМЖХ, там поставили на очередь. Текущее содержание, ну текущий ремонт такой, если где-то побежит, мы устраняем, делаем. Ждем, когда очередь подойдет у них». Более конкретной даты по капремонту нам не назвали. Мало того, что люди живут практически без крыши над головой, так еще и не могут добиться ремонта в подъезде. Недавно специалисты УК покрасили лестничные пролеты. Но то ли краски не хватило, то ли это модный арт-дизайн. Жильцы так и не поняли. «Пришли, замазали дырки, а потом помазали сверху синей краской, а потом пожаловались голубой краской и сказали, деньги закончились. Но мы же люди, мы же не бомжи. Как в таких вот условиях можно жить?» Ни текущего, ни капитального ремонта жильцы не видели уже несколько десятилетий. В оправляющей компании нам пояснили, что средств на счете дома почти нет. Все деньги якобы ушли на спиливание аварийных деревьев. И как только баланс пополнится, коммунальный дизайн сойдет на нет. Десятки детей-сирот из Алтайского района боятся уснуть и больше не проснуться. Дело в том, что квартира, которую им предоставил региональный жилищный фонд, топит ядовитыми канализационными отходами. Это по-русски сказать какашка. Это вот со всего дома. Здесь было вот все полностью затоплено. В этой квартире уже давно прописались насекомые. Предыдущие жильцы и дети-сироты сбежали, как только двухэтажка начала разваливаться и тонуть в канализационных прелестях. «Тут все полностью было затоплено, как мы можем показать. Это все с января месяца здесь происходит. Приехал мужчина, сантехник, он сказал, что в доме находиться нельзя, потому что вот эти вот все отходы нашей жизнедеятельности, они излучают газы. То есть мы можем не проснуться ночью». «Эта трещина идет с двух сторон, она сквозная». Стены расходятся, полы проваливаются, потопы каждые три месяца. Причина ливней на поверхности – канализационная труба в землю не закопана. «Именно независимый эксперт приезжал с Барнаула, он сказал, что это нарушение очень сильное, потому что труба как минимум 2-2,30 должна закопана быть, а по факту 27 сантиметров». «Мы пытаемся, мы звоним, пишем, что решить этот вопрос, потому что действительно и дети, и самим комфорта никакого нет. Сколько мы писали, сколько звонили, то есть результатов нет». Управляющей компании у дома нет. От проблемной трехэтажки все открестились. Сейчас она на балансе регионального жилищного управления. О бедах жителей там знают, помогают, назначили строительно-техническую экспертизу. «Там проблема в системе канализации, то есть там при строительстве, когда дом строился, были неправильно выбран материал труб, то есть диаметр труб и глубина залегания данной трубы по системе канализации». А когда появится финансирование, ошибку застройщика исправят. «Дом все равно, как бы он 14-го года, но все равно еще достаточно как бы новый. И вот эти вот усадочные моменты дают какие-то там трещины. Но они не являются какой-то там угрозой для жизни». Люди не согласны с мнением специалистов. Юриста советуют провести независимое исследование всего дома. «Если в результате специальных исследований будет установлено, что данное жилое помещение непригодно для проживания, то, соответственно, региональное жилищное управление обязано будет расторгнуть договор и предоставить другое жилое помещение данным гражданам». Если этого не произойдет, жильцам нужно обращаться в суд либо в прокуратуру. По опыту юристов, после вмешательства надзорных органов дела решаются в разы быстрее. К жителям этой порноульской многоэтажки ходят в гости не только друзья и родственники, но и мошки с мокрицами. Последние гости нежеланные, но избавиться от них жители не могут. В доме постоянная сырость. Всего виной – изношенная крыша. «На козырьке на этом скапливается снег или идет дождь. Там, как говорится, стык вот этих плит попадает все под стык плит и бежит. Вот это вот место, чем бы, как говорится, ткнуть. Вот. Вот это вот все тронь, и оно все обвалится». Тазики всегда под рукой. В любой момент в квартиру может хлынуть ливень. И всего виной не соседи сверху, а аварийная крыша. Жители уже устали делать бессмысленный ремонт у себя дома. «Пыталась облагородить, оно все бежало сквозь эти вот панели пластиковые». «Вот эта вот стена тоже вздулась, постоянно бежит, постоянно эти мокруши. Мы выгребаем отсюда. Ну, то есть, все. Короче, полностью заново надо делать ремонт здесь. Все. Ремонт ничего не можем сделать, потому что постоянно все бежит». Управляющая компания ДЭС-1 отказывается ее ремонтировать, жалуются люди. Мол, нет денег. «Мы предлагали, что давайте мы сделаем своими силами, а вы потом с нас какой-то период раскидаете эти деньги, сколько будет составлен договор, вы с нас не будете высчитывать там или капитальный ремонт. Мы каждый месяц в графе в квитанции приходят и капитальный ремонт мы платим, и текущее содержание жилья мы платим, но уже какой год мы не можем добиться ничего». Мы в свою очередь тоже обратились в управляющую компанию, обслуживающую этот дом. Там пояснили, что ремонт кровли выполняется частично, но лишь по заявкам жителей. А что касается капитального ремонта, которого не было больше 40 лет, пояснили следующее. Стоимость экспертизы – 15 тысяч рублей. Эти деньги можно взять из текущего ремонта дома. Но решать, на что подразить средства, должно общее собрание жильцов. А с этим проблема, пояснили в управляющей компании. Старшего по дому нет. Собрать людей некому, а это значит, что жители сейчас могут рассчитывать лишь на латочный, частичный ремонт крыши. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok